Приветствую вас, мой коллега Сергей Ельченко вам подробно ответил на ваш вопрос в том контексте, что пояснил природу усновидений и что они из себя представляют. Я, со своей стороны, хотел бы добавить, что важно не только и не столько растолкование значения сновидений, на что тратится довольно много времени. Анализ сновидений происходит так, что вы описываете в нормальной, в идеальной ситуации, да, вы описываете все, что с вами происходило в ближайшие две недели. Все события в подробностях вы описываете и исходя из этого уже можно будет делать вывод о том, что значит ваше сновидение. Так это работает в идеале, так это делается в профессиональном психоанализе, так это делается, если мы говорим о правильной постановке вопросе. Значит, ну не сказать, что главное это значение вашего сновидения для вас. То есть важно то, как сновидение повлияло на вас. Важно то, что сновидение значит для вас, именно для значения. Понимаете? Не значение этого сновидения как такового, а именно значение его для вас. Вот это является принципиальным. И поэтому при толковании сновидений так часто используется метод свободных ассоциаций, потому что абсолютно с каждым сновидением, абсолютно с каждой, я бы даже сказал не с сновидением, а я бы даже сказал абсолютно с каждой частью сновидения важна работа. То есть важно, чтобы каждая часть наведения была как следует изучена, проработана, понята адекватно. И вот только тогда можно утверждать, что будет понятно, что это сновидение значит именно для вас. чтобы не давать опять же каких-то абстрактных заключений, что является непрофессиональным. тем не менее, вы задаете вопрос, и я постараюсь ответить на него, исходя из той информации, которую вы прислали нам. Вы пишете, что вы сидите за компьютером во сне в социальной сети ВКонтакте. Но это явно говорит о том, что подобное времяпровождение для вас, что это своего рода средство для достижения, для реализации каких-то ваших целей. то есть вы именно, может быть, в социальной сети ВКонтакте реализуетесь больше, чем в реальности. для вас это такое очень важное средство получения того, что именно вам, опять же, необходимо. Что это, конечно, говорить пока нельзя, потому что слишком мало информации, но я полагаю, что смысл вам ясен. Ну, я надеюсь. А, то есть, социальная сеть для вас очень важна. Чем, чем важна, это, конечно, нужно выяснять. Потому что, ну, как сказать, чем она важна и почему важна, непонятно. То есть, может быть, может быть, вы действительно очень много времени в ней проводите. И это уже стало частью вашего образа жизни. Могут быть и другие варианты. Могут быть и другие варианты. Вот. Их много, на самом деле. Возможных вариантов. Важно, важно, чтобы каждый из этих вариантов, был как-то проработан, просмотрен, и чтобы было понятно, ваше это или нет. То есть, ваш ли этот случай или нет. Понимаете, вот в чем важность, в чем важность именно индивидуальной работы в контексте сновидений. Если индивидуальной работы нет, то как бы все вещи, которые я говорю, все они принимают такое очень отдаленное значение. то есть, может быть, я прав, а может быть, я не прав. Понимаете, да? Вот. Дальше вы пишите о том, что вы, скорее всего, не одна на компьютерах. Возникает, конечно, хороший вопрос. Тогда, если вы не одна, то с кем? Ну, если вы не одна, с кем вы тогда находитесь? Ну, может быть, в комнате, может быть, как-то еще. С кем, если вы не одна. Отсюда я делаю вывод, что у вас есть потребность в том, чтобы быть с кем-то. Отсюда я делаю вывод, что вы, скорее всего, испытываете неудовлетворенность из-за того, что одна или что, вы можете наладить адекватных отношений с людьми. Если у вас потребность быть с кем-то, и сон, он эту вашу потребность реализует. Может быть, их такая ситуация, может быть, такая история, что в действительности вы отношений боитесь и всячески их избегаете. Может быть, и такая история, да. Такая история тоже возможна. Но в этом случае можно сказать так, что любые ваши действия, которые вы будете совершать, будут приводить лишь к тому, тому, что вы будете пытаться убедить себя в том, что мужчина, который рядом с вами, например, вам совершенно не подходит. по той или иной причине. То есть просто вы будете раз за разом искать оправдание тому, почему вы не смеете. и вполне вероятно, что здесь ваш сон – это отражение некой борьбы. вы понимаете, что в отношениях вам нужно быть, и, в общем-то, вы, наверное, и хотели в них быть, хотели бы в них быть. Но при этом позволить себе находиться в отношениях вы не можете, потому что боитесь сближения, потому что либо у вас проблемы с личными границами, либо вы не уверены в себе, либо подавляете свои силы, либо у вас нет четко сформированной модели поведения, ну, которую бы вы могли использовать для взаимодействия с мужчинами. Здесь вариантов, конечно, очень много. И какой из вариантов, а, может быть, несколько вариантов подходит вам – это, конечно, вопрос едва ли не один из самых важных. То есть понятно, да, что если вы вас не с кем-то, но этот кто-то неопределенный, значит, вам важен не сам человек, а то, что он вам дает. Ну, может быть, незначимость, защищенность, любовь, забота. То есть вот какие-то такие, на первый взгляд, довольно важные вещи, может быть, даже банальные, но тем не менее. А это значит, что этого вам не хватает. Это значит, что это то, чего вам не хватает. Это значит, что это то, чего вы желаете, но то, чего получить у вас не получается, по крайней мере, так, чтобы вам было спокойно. Смотрите, какая история. Далее. Вы смотрели вашу страничку ВК, на вашу страничку ВК. Здесь можно говорить о том, что вы воспринимаете себя только через взгляд других. То есть вот как другие на меня посмотрят, как другие обо мне скажут, ну, так и я буду о себе думать. И именно этим может быть обусловлено то, что вы смотрите на свою страничку ВК, то есть как бы на себя. Ваша страничка ВК, это вполне вероятно, может быть ваш аватар. Ну, такой, знаете, такая личина, которую вы представляете для других людей, и скрывая за ней ту настоящую, которую вы являетесь. Может быть, вы не знаете до конца, какая вы настоящая. То есть тут тоже нужно выяснять. Но надеюсь, что основная мысль моя вам ясна. То есть смотреть на страничку свою в контакте вместе с другим человеком, это означает, что для вас важно мнение других людей о вас. О вас. И почему для вас важно мнение других людей о вас? Это уже вопрос. Это уже вопрос, на который нужно искать ответы, в первую очередь, в вашем детстве и взаимоотношениях с вашими родителями, скорее всего. Ну, родители как первые учителя взаимодействия с окружающим миром. Значит, дальше идем. Дальше. Вы пишите, что я с удивлением наблюдал, как ко мне друзья добавили несколько человек и писали много сообщений. Буквально за одну минуту. Это у вас потребность в значимости имеет место быть. То есть вы, возможно, не чувствуете себя в полной мере значимой для других и хотели бы быть более значимой для них. получать от них больше внимания, получать от них больше какой-то реакции, которую сейчас, возможно, вы не получаете. Ну, опять же, на каком уровне, на каком мы этого хотели бы. Ну, вот. И при этом, при этом, вам важно, чтобы другие люди, которые рядом с вами, ну, чтобы они это видели. Значит, чтобы они видели, что вы значимы. То есть это такое желание самоутвердиться, может быть, за счет других людей. А может быть, чтобы что-то доказать другим людям. Ну, в контексте тому из себя. То есть вы пытаетесь доказать, что вы значимы, например, что вы ценны, например, что вы важны, например, и так далее. Ну, потому что, ну, определенно, что одного человека здесь вам мало. То есть вам явно нужно, чтобы было больше людей, чтобы было больше людей с вами, и чтобы эти люди как бы видели, какая вы. Видели, что вы за человек, чтобы вы видели, но видели другие люди, насколько вы важны. Значит, дальше. Во сне у меня было такое ощущение, что люди меня знали, а я их нет. Здесь есть представительный страх того, что люди узнают в вас настоящей. Скорее всего, той, которую вы скрываете ото все. Скорее всего, он узнает в вас ту, которая, по вашему мнению, права на существование не имеет. Отсюда это ощущение, что вас знают, что вас знают, а вы, соответственно, никого не знаете. Вот это такое, знаете, не очень хорошее, я бы даже сказал, немного тревожное чувство, когда тебя кто-то знает, да, тебе что-то говорят, а ты не знаешь этих людей, и ты боишься, что, ну, что люди как-то тебя не поймут, ты боишься, что люди неправильно тебя поймут, ты боишься, что они будут тебя осуждать как-то. То есть это вот такая история, ну, не скажу, что типичная, да, не скажу, что такая распространенная, но бывает. Бывает очень, бывает довольно, ну, довольно, довольно часто, нередко случается такое. И, опять же, это говорит о том, что вы сами себя не принимаете до конца. То есть просто были моими подписчиками. Ну да, то есть, возможно, здесь это связано с тем, что вам хочется, с одной стороны, чтобы люди о вас знали, вам хочется, с одной стороны, чтобы люди вас как-то, ну, уважали, чтобы люди вами дорожили, а с другой стороны, с другой стороны, вы хотите, чтобы эти люди соблюдали такую дистанцию, дистанцию по отношению к вам, дабы не смущать, может быть, вас как-то, дабы не вносить смятицу в вашу жизнь, да, то есть вы не готовы, возможно, сближаться с ними, если они этого хотят. То есть если вот кто-то хочет быть к вам ближе, к вам нужно, чтобы этот человек был на определенном удобном только вам расстоянии, на определенной, удобной только вам дистанции, и ближе вы уже воспринимаете очень тяжело, может быть, даже негативно, может быть, даже опрессатно, то, когда люди с вами сближаются. Вот это вот желание иметь подписчиков, да, эти подписчики, это вот и есть, по сути, то, что представляет из себя потребность именно иметь в окружении людей, ну, определенных людей, выполняющих некую роль, которую вы им отвели. И роль не потому, что вы такая жестокая, да, и так далее, а роль потому, что по-другому вы боитесь, что вас раскроют, как-то, может быть, поймут, какая вы, и в итоге, ну, в итоге, может быть, разочаруются в вас, может быть, вы почувствуете себя как-то нехорошо. То есть вот такая ситуация, такая ситуация. Дальше идем. Вы пишите, что, так, когда ко мне добавляли специальные, уже быстро исчезло количество запросов, и сообщения пропали, но я еще их не читал. Здесь момент, на мой взгляд, такой, что сообщения эти для вас не важны, а важно, скорее, само внимание, которое вам эти люди оказывают, и это внимание мимолетное, и вы боитесь, что оно уйдет. это уже такое своеобразное окончание этого внимания, всплеска внимания, которое вы, скорее всего, предвидели. Ну, или не могли не предвидеть. Вы знали, что такое окончание, оно, скорее всего, будет. Это произошло, а сообщения вы не прочитали, потому что вам это и не было интересно, на самом деле. никогда. То есть, и само сообщение, сами сообщения вам не важны. А важно именно то, что они несут за собой. Вот. Поэтому они ищут. Ну, и, может быть, здесь отражается, может быть, здесь реализуется как-то, как-то такая установка, может быть, та установка, что внимания не может быть много, и что внимание очень мимолетное. Вот. Я не говорю, что обязательно так, но исходя из того, что вы вот написали, могу предположить это. Вот. Опять же, не уверен, что это может быть так, поэтому родители, пожалуйста, не принимайте. То, что я сказал. То есть, это все нужно в любом случае, в любом случае это все нужно подтверждать, проверять, проверять значение всего этого для вас. И тогда уже будет больше яд в этом. Дальше. Вы пишите, что я еще не читал, очень было похоже, что часы ищли назад. Я полагаю, что здесь вы, возможно, хотели бы вернуться в прошлое для того, чтобы что-то исправить. Либо вы чувствуете, что время ваше, ну или просто время, которое вам, ну, дано для чего-то, на что-то. Вот. Что оно уходит. И вы боитесь, что это время потеряется. Ну, просто вра. Дальше. Я расстроился, что их теряю. Я чувствовал, что люди оставляют меня отворачиваться. Да, это вот то, чего вы боитесь. Но здесь я полагаю, вы это, как бы, провоцируете специально, потому что вам это необходимо. Вам это необходимо, потому что вы, скорее всего, боитесь близких отношений. с людьми. Ну, вот. С людьми. С людьми. Поэтому вы и видите во сне, потому что они от вас отворачиваются. Вот. То есть они отвернулись, и вам, вроде как, вроде как вам стало легче, потому что вы поняли, что внимание опять, ну, нужно, как-то, может быть, ну, может быть, завоевываться, да, может быть, как-то выстраиваться опять заново, может быть, еще что-то делать. То есть вот в этом вы чувствуете себя, ну, безопаснее, чем когда люди вокруг вас, они что-то хотят от вас, они что-то желают от вас, они в чем-то нуждаются и так далее. Вот в этом состоянии вам пребывать менее, менее комфортно. Вот. То есть, да, вы расстроились, что они ушли, да, вам, безусловно, ну, неприятно, что они вас покинули, да, вам, безусловно, тяжело принимать то, что людей с вами больше нет, да, безусловно, тяжело это принимать, но это лучше, чем если бы эти люди были с вами, то тогда вы могли бы их потерять. То есть, вот это, на мой взгляд, на мой взгляд, это является, ну, таким, знаете, принципиальным моментом. На мой взгляд, это является принципиальным моментом. И, соответственно, именно страх сближения, это то, с чего вам, наверное, стоит начинать работать с психологом, потому что, именно страх сближения, то основное, та основная проблематика, по которой вполне вероятно, у вас наблюдаются вот подобные, ну, симптомы, подобные сны, подобная неудовлетворенность, и так далее. Вот. То есть, понятно, что вам этого не хочется, понятно, что вы в действительности, в действительности, вы хотите быть в отношениях, понятно, что вам, в действительности, это вам нужны отношения, это понятно, вот. Но, в вопрос в том, на самом деле, что вы готовы для этого делать, и готовы ли вы работать над собой, для того, чтобы у вас были отношения, хоть, ну, чтобы они были у вас, реально были. Вот. то есть, это такой вот момент, довольно важный, важный, именно для понимания, именно для понимания ваших проблематиков. Дальше. Значит, почему в ВК добавлялись ко мне и писали много сообщений? Сказал, почему много добавлялись и почему много писали? Может, я о чем-то прославилась? А, нет, Светлана, вы не то, чтобы всем-то прославлены. Светлана, вы, 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 хотите прославиться, вы, скорее, хотите стать знаменитой, потому что знаменитость, для вас, ну, это, 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 очень важный, а, знаменитость, а, для вас, это очень, а, важный элемент, а, элемент, а, желание, именно ваших. То есть, сон, сон, он просто взял и, как бы, отразил, а, то, чего вы, хотите. Вы не хотели знаменитости? А, сон сказал, да вот, пожалуйста, вас, в сне пренеменитости, вы боитесь, значит, сближаться, ну, сближаться, с людьми, и, сон вам говорит, ну, они ненадолго, они придут, и они уйдут, как придут, так и уйдут. то есть, они тебе, доставят, много, хлопот, и они ушли, знаете, они действительно ушли. вот так, вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, надеюсь, что смог вам, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше, желаю вам всего, самого доброго, удачи, и, желаю вам перейти от, все таки, к рукованию сновидений, да, ну, к вопросам, от вопросов, про ваше сновидение, потому, я смотрю, это уже второй ваш вопрос, что вы задаете про его сновидение, все таки, уже, канально-то, непосредственно, на ваши проблемы, потому что, сновидение, это сновидение, а реальные проблемы, это все таки, реальные проблемы, вот. Ну, я желаю вам всего, самого доброго, и удачи.